Этот год в техносфере лихо начался с презентации гибких решений от разных компаний. Самое большое впечатление на потребителей произвели два гаджета – от корейской Samsung с их Galaxy Fold и китайской Huawei, которая презентовала Mate X. Одним понравилось видение корейцев, другим – китайцев, и это нормально. Поступить в продажу детище Samsung должно было еще в апреле, но, увы, из-за найденных проблем с дисплеями, официальный релиз пришлось перенести. То же, как сообщают инсайдеры, ждет и китайский гибкий смартфон от Huawei. Обязательно досмотрите ролик до конца, там я расскажу о том, что, возможно, будет одной из самых примечательных особенностей Huawei Mate X. Всем привет, меня зовут Кирилл, вы на канале Копипаста, поехали! Поскольку Huawei Mate X уже находится в производстве, скорее всего, на него не повлияют санкции США, даже когда они вступят в силу, если вообще вступят. По данным CNBC, эта модель все же будет поставляться с предустановленной операционной системой Android, потому что смартфон был анонсирован до того, как Huawei включили в перечень Entity List. Таким образом, Huawei Mate X может поставляться не просто на базе операционной системы Android, но и с полной поддержкой сервисов Google из коробки, хотя по поводу стабильного поступления свеженьких обновлений я бы не обольщался. А вот Wall Street Journal утверждает, что вопрос выбора системы для Mate X все еще обсуждается руководством компании. В качестве альтернативы Mate X может получить собственную мобильную ось Huawei – Hongmeng или Arco S, которую компания разрабатывала на протяжении последних лет и готовится к ее запуску ближайшей осенью или весной следующего года. По слухам, первым устройством на базе этой операционной системы станет Huawei Mate 30. Ролик об этом смартфоне можете найти во всплывающей подсказке. А что там по релизу, ведь компания планировала начать продажи этим летом? Совсем недавно на ресурсе Fon Arena появилась информация о том, что выход складного Huawei Mate X может содержаться на целых три месяца, то есть купить новинку предположительно вы сможете аж в сентябре-октябре этого года. К слову, совсем недавно я наткнулся на видео с тестом скорости интернет-соединения Huawei Mate X. Скорость загрузки данных достигла 1 гигабита в секунду, а скорость отдачи информации – 100 мегабит в секунду в приложении Oculus Speed Test. И не мудрено, ведь сейчас там установлен один из лучших процессоров на рынке – Kirin 980 в связке с модемом Ballong 5000. Правда, пока не ясно, как реализовывать эти скорости простому обывателю, ведь на данном этапе и хорошего 3G, скажем так, за глаза. Про LTE я вообще молчу. Huawei Mate X оснащен большим 8-дюймовым дисплеем с разрешением 2480 на 2200 точек и соотношением сторон 8 к 7,1. При раскрытии экран имеет довольно тонкие рамки. При складывании пользователям доступен 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 2480 на 1148 точек и соотношением сторон 19,5 к 9. Оперативной памяти тут установлено 8 гигабайт, внутренней – 512. По безопасности тут решили установить сканер отпечатков пальцев сбоку, а не новомодный подэкранный. Видимо, это связано с особенностями производства гибких дисплеев. Помимо того, что Mate X поддерживает работу в сетях пятого поколения, пользователям доступна возможность использования второй сим-карты. А если вторая симка вам не нужна, то туда можно установить карту памяти формата NanoSD. Это формат именно от Huawei, так что ваши microSD сюда не подойдут. По камерам тут интересненько. Благодаря конструктивным особенностям, фронтальной камерой тут выступает основная. Пользователям доступно три модуля – 40-мегапиксельный основной, 16-мегапиксельный ультраширокоугольный и 8-мегапиксельный телефото. К слову, чтобы раскрыть гаджет, требуется нажать на специальную кнопочку. А вот и интересная особенность. Есть информация о том, что зарядку в Huawei Mate X прокачают еще круче. На официальной презентации в феврале компания Huawei показала технологию быстрой зарядки SuperCharge мощностью 55 Вт. Однако совсем недавно в Китае были опубликованы сертификационные документы на Mate X. Если верить им, то новинка получит зарядку с силой тока 3,25 Ампер и напряжение 20 Вольт. Что это дает в итоге? Максимальная мощность зарядки составит 65 Вт. И есть шанс того, что адаптер будет идти в комплекте и служить универсальным решением для зарядки всех устройств, как ноутбуков, так и смартфонов. А максимальная мощность будет доступна только владельцам элитного и крайне дорогого Huawei Mate X. И, кстати, о цене. Напомню, что ценник такого решения крайне высокий. Цена в 2300 евро сделает Mate X смартфоном для избранных. Тех, кто захочет подчеркнуть свой статус и некую продвинутость. И это цена без наценки магазинов. Сколько он мог бы стоить в нашей рознице, если вообще туда доедет, я боюсь представить. Как итог, позволить себе купить Huawei Mate X могут единицы, и это явно не для нас с вами. А на каком устройстве вы смотрите это видео? Ваши ответы жду в комментариях. Обязательно их все прочту. А на этом у меня все. Чтобы не пропустить новые видео, советую подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочку найдете в описании. Ну и лайк с подпиской тоже приветствуются. А вы были на канале Копипаста. Меня зовут Кирилл. До скорого.